Так уж вышло, что в нашем подмосковном посёлке я оказался на год два младше всех, с кем мог дружить. Поэтому июнь 2005 года оказался одним из самых скучных месяцев в моей жизни. Вернее, мог бы оказаться как бы не один странный случай. Чертовски странный. В нескольких километрах от моего дома раскинулся пустырь, на котором, наверное, уже лет семь, медленно погружали землю руины снесённой то ли гостиницы, то ли больницы сталинских времён. Я, честно, не знаю, что там произошло. Какая-то мутная юридическая история с примесью криминала. Сейчас на этом месте, кстати, стоит оздоровительный лагерь, куда меня едва ли пустят. В общем, остались от здания рожки до ножки. Всё маломальски ценное, оттуда давно вывезли или растащили позднее. Так что особой популярностью это место не пользовалось. Впрочем, совсем заброшенным тоже не было. На замшелых бетонных блоках периодически появлялись новые надписи, а кругом валялись пустые бутылки и окурки урожая каждого прошедшего года. Слоняясь без дела, я время от времени навещал эту локацию и вскоре уже мог безошибочно указать каждый хоть чем-то примечательный кирпичик. Где-то на третьей неделе каникул, однако, мне удалось обнаружить нечто новое. Бродя по этому кладбищу камней после ночного ливня, я случайно обратил внимание на угол одного из кусков стены. Под своим весом он опустился почти на полметра вниз, оказавшись посередине широкой ямы. По логике, там должна была образоваться огромная лужа, но её не было. Вся вода утекала куда-то вниз. В тот момент я сообразил, что подвал снесённой постройки вполне мог уцелеть. Строили раньше на века. Обрадовавшись хоть какому-то шансу разнообразить невыносимо скучные дни, я начал искать путь в таинственное поземелье. Это заняло ещё дней десять и потребовало неоправданно больших усилий. Но в итоге у меня получилось раскопать насквозь ржавый люк, прикрывавший то место, где раньше проходила нормальная лестница. Раздобыв кое-какое снаряжение и преодолев свой страх перед пауками, я отправился на разведку. В подвале было темно, сыро, промозгло и вообще совершенно отвратительно. Но мне огрела душу мысль о том, что я простой школьник, первым иду туда, где со времён царя Гороха не ступал ни один человек. Фонарик едва разгонял вязкую смесь плесени, пылью и тумана, которая здесь заменяла атмосферу. Однако я, ежеминутно протирая глаза, с упорством, достойным лучшего применения, продвигался всё дальше вглубь земной коры. Примерно через 20 с чем-то ступенек мои резиновые сапоги наконец радостно плюхнули об довольно глубокую лужу, ещё не ушедшую через трещинки в бетоне. К счастью, комары не успели облюбовать это место, зато кругом плавали сотни всяческих червей разной степени дохлости. Впрочем, к ним я относился равнодушно, поэтому, не теряя времени, приступил к разведке. Подвал оказался довольно маленьким. Вернее, он состоял из множества отдельных комнат, в основном крепкозапертых или заваленных горами хлама. Кругом были старые стулья, сваленные груды и сломанные табуреты, массивный запылённый комод, штабеля досок разных размеров и прочие малоинтересные вещи, практически сохранённые гнилью. Подойдя к комоду как к самому многообещающему месту, я принялся осматривать его ящики и шкафчики. Они оказались забитые невнятными остатками тряпок и пыльной стеклотарой. Но уже почти забросив поиски, я нашёл нечто более интересное. Плотный пластиковый пакет с чем-то тёмным внутри. Находка оказалась книжицей в мягком чёрном переплёте наподобие ежедневника, без единой закорючки на обложке. В тусклом свете фонаря я принялся перелистывать чудом сохранившиеся страницы, и постепенно мой интерес сменился удивлением, а затем смутной тревогой. Все записи были сделаны обычными фиолетовыми чернилами, но мне не удалось разобрать ни единой буквы. Они напоминали помесь арабской вязи и перевёрнутых вопросительных знаков, а некоторые вообще состояли из обычных вопросиков. Более того, отпечатанные строки имели такой же точно вид, хотя выглядели изготовленными на официальной фабрике. На многих страницах я также видел причудливые схемы. Ни чертежи, ни графики, нерандомные потеркушки. Затрудняюсь их описать, уж простите меня. Положив нечитабельную книжку обратно в шкаф, я отправился дальше, тормошить закрытые двери. Одной из первых оказался вход на лестницу, ведущую вниз. Сейчас я понимаю, как же мне тогда повезло обнаружить хороший коридор, а не какую-нибудь канализационную дырку, через которую пришлось бы лезть в задницу вверх. Но в то время я воспринял это, как само собой разумеющийся. Все двери в том подвале были оборудованы очень высокими порогами, поэтому вода не стекала дальше верхнего уровня, перенаправляясь, наверное, по дренажной системе. Короче говоря, путь мой продолжался в том направлении. Нормальный воздух, сухость и любопытство единогласно указали, что мне лучше пойти именно туда, чем рыскать поверху. Минус второй этаж действительно оказался весьма приятным местом, если не читать кромешной тьмы и кучей торчащих отовсюду углов. Не будучи особенно оригинальным, я принялся точно так же исследовать эти помещения. Однако буквально через пару минут что-то меня остановило и заставило внимательно осмотреться в пятно фонарного света. На полу лежал непонятный темный предмет. Я наклонился, чтобы рассмотреть его получше. Перчатка? Резиновая перчатка? Вполне может быть, если допустить, что она сделана на руку с двумя одинаковыми пальцами. Я затравленно огляделся. Представьте, например, почти полуметровой высоты мягкое кресло крестообразной формы, шириной в две ладони и изогнутые на манер воронки. Или другое, у которого четыре подлокотника, а сиденье находится прямо на полу. Или резной стол с кучей лакированных поверхностей, расположенных под самыми невообразимыми углами. Или округлые шкафчики, напоминающие пчелиные ульи и открывающиеся вертикально вниз. Мебелью дело далеко не ограничилось. Кругом валялись десятки предметов неведомого мне назначения или пугающее неправильного облика. Что-то вроде свитой спиралью деревянной курительной трубки с кучей выступов, похожих на зубы. Маленькая клетка со скелетом животного в виде колеса-телеги, загнутый бугликом позвоночник, отходящие от него спицы и какая-то косточка по центру. Металлический инструмент вроде ножниц с тремя параллельными ручками. Карандаш, заточенный посередине. Целая коробка изношенных шляп, которые можно натянуть разве что на сливу. Зато с парой рукавов. Пучок погрызненных стеклянных палочек. Очки, у которых левое стекло закреплено сбоку, а не направлено вперёд. Конверт с чёрной маркой и полустёртыми надписями, сделанные из квадратной двустворчатой раковины. Возможно, это был склад существ совершенно иной анатомией, или же просто причёда заказчика. В любом случае, я был жутко напуган этим открытием и разыгравшимся воображением. Обстановка напоминала самый обычный подвал, или старенький чердак, куда относят ставшие ненужными вещи, если их жалко выбрасывать, и пугала именно сочетанием дикой неестественности и завреднейшим антуражем. Наплевав на стремление разнообразить свою жизнь, я быстрым шагом направился к выходу, но в торопях ошибся дверью. Первым, во что я врезался, был расшатанный стул, вполне человеческой конструкции нормальной высоты, что поначалу смутило меня ещё сильнее. Откуда бы ему взяться в этом царстве абсурда? Впрочем, я быстро успокоился, ухватившись за спасительную соломинку. «Стоп!» По моей спине медленно побежали мурашки. У него не было ножек. Совсем. Я медленно обошёл его по кругу. С другой стороны, всё-таки обнаружилась одна единственная нога. Та, что ближе к спинке слева. Стол, однако, непостижимым образом не падал. Я осторожно толкнул его, и он с тихим скрежетом двинулся по грязному полу, как нормальная мебель, продолжая балансировать на одинокой угловой опоре. Пошарив под сиденьем, я не нашёл никаких замаскированных подставок или волшебных механизмов. Пустота и ничего более. Это оказалось для меня слишком круто. Я глубоко вдохнул, и стремглав кинулся наверх, даже не удосужившись прихватить ничего в качестве трофея. Преодолев весь путь до поверхности за несколько секунд, я сел на ближайший кусок бетона, перевёл дух, с радостью посмотрел на обычную подмосковную природу, тоскливо пересчитал полученные за время этой недолгой вылазки синяки, после чего накрыл люк крышкой и тщательно замаскировал его. С тех пор я больше никогда туда не возвращался и хранил молчание о том, что видел. А знаете почему? В начале вылазки мой фонарик был стальным, а наружу я выбрался с пластмассовым. Субтитры создавал DimaTorzok